хотел я показать как заготавливаю гнилушки для дымаря для своей пасеки в прошлый год я нашел тут такую деревину уже трухлявая такого на дерево спылено и гнилое было я тут надолбливал она была она была хорошая такая пористая трухлявая надолбал себе на год хватило теперь пришел опять надо будет мед качать я пришел она такая вот здесь казус она высохла и стала крепкая уже она дыметь будет плохо она уже будет гореть уже будет гореть она уже не мочалочка она должна быть как мочалка она уже застыла толку с него никакого не будет я вот нашел вот здесь прошлом году я тоже тут дыры вы на выжить прошлый год я здесь выбирал возьмем еще вот тут а такие вот это хорошая топористая его пальцем надавливаешь вот она хорошая но она мокрая сейчас я его наколю набью так топориком берем кусочек у нас уже есть все это в мешок складываем домой приеду сейчас я его порублю на такие кубики размером с пищечный коробок не он высохнет и будет хороший одним неудобно одной рукой рубать вот такие вот никто вам в лесу не скажет вы тут браконьерством или чем-то вырубкой леса занимаетесь это уже не дрова огневушки она гореть не будет такие кусочки все в мешочек складываем уже у нас кучка есть заготавливаю так сразу на год вот я уже тут вырубал показать вот верхняя часть она получается она твердая там где коробова она твердая внутри вот эта древесина она пористая вот такая как губка пальцем надавливаешь нажимается вот это нужно забирать вот она рубится очень легко такими кусками мы сейчас нарубливаем сейчас мешочек сложим домой готовим на пасеку это вся сердцевина вся сердцевина она хорошая она мягенькая главное и сразу мокрой измельчить мокрый измельчить сразу как застынет потом ее тяжело будет порубать а сейчас она пока влажная ее хорошо какие-то жучки тут живут таким образом рубливаем все это дело ну а теперь дома беру такую кастрюлю эмулированную вот эти вот они ушки они ломаются хорошо даже руками не надо и этот самый топор не ломается в кастрюльку я его склады потом поставлю на солнце двумя руками хорошо ломается я снимаю сейчас вот таким образом и такими кусочками вот такие кусочки чтобы в дымар залазили несколько штук все это в кастрюльку и на солнышко на солнце на кастрюля накалиться они высохнут крышкой накрываем и на целый год хватает нам ну конечно не одной кастрюли я заготавливаю пару кастрюль не хватает пасека небольшая вот таким вот образом еще пару минут вашего внимания как я дымар распали так беру 4 поливаю трошечки бензинчиком вот поджог сейчас он трошки прогорит люди конечно используют разные методы там есть и газовые горелки используют газовую горелку недорого я решил таким способом бензин у меня есть берем дымарик ставим дымарь все это закидываем таким образом дымарь так он работает пару минуточек раскачегарил все она уже никогда не денется не потухнет он потом как нагревается туда только подкидывай только подкидывая не ушки не ушек вот заготовил так что хватит покачать ну вот теперь на этом все всем спасибо всем пока